Новоселье близко. Ориентировочный срок сдачи детского сада в микрорайоне Ботаника 20-25 декабря. Обнадеживающую информацию для родителей, чьи дети еще год назад получили путевки, в это дошкольное учреждение озвучили на аппаратном совещании в администрации региона. Долгожданный детский сад и один из проблемных объектов программы 450-летия Орла планировали открыть еще в сентябре. Но это были, как оказалось, просто слова подрядчика. Мы могли его сдачать полтора года назад. К сожалению, тут наложилось очень много факторов, включая кризис, который закрыл нам кредитование. В области денег не было, поэтому, к сожалению, сдача объекта затянулась. Напомним, 9 месяцев работы на объекте практически были приостановлены. По поручению губернатора в ситуацию вмешались областные власти. Финансовый вопрос удалось решить. Мы решили вопрос к ориентированию. Благодаря помощи Барташова Александра Борисовича получили 15 миллионов. Все основные материалы оплачены. То есть, в принципе, осталось только работать. Зампред Александр Барташов на аппаратном совещании рассказал о ситуации на ряде других объектов образования, которые возводятся в Орле и области. По Орелустрою они закрыли контур тепловой полностью, начали отделку фасады. Претензий к ним нет. Через неделю включают отопительные системы. Работают. Работают. В полном объеме. Вопрос касательно 27-й школы. Сомнений особых не вызывает. Объект высокой готовности. Что со школой в долгом? Там все документы представили в «Газпром». Сейчас ждем, собственно говоря, выделения средств. И все. То есть, район все отработал, экспертизу провел, документы все подготовил. Сверху доложите мне, что в «Газпроме» где-то что-то застряло, потому что я 26-го числа буду. У нас там вопрос был по правительственным решениям. Рост цен на продукты – этот вопрос волнует жители всех районов. На аппаратном совещании были озвучены результаты мониторинга ценовой ситуации. На потребительском рынке Орловской области цены остаются ниже средних розничных цен по ЦФО и Российской Федерации. На крупу гречневую на 12,5% и 9,8% соответственно. Губернатор Вадим Потомский назвал недопустимую ситуацию, когда продукты, производимые на территории Орловского региона, не уступают в цене завозным аналогам. Я докладываю президенту, председателю правительства, у нас в Орловской области центральная крупная компания. Мы тут столько-то, столько-то, столько-то. Мы по гречихе третье место занимаем в Российской Федерации. Нас третье сейчас уже. Да, Алтайский край восстановился, поэтому еще кто-то там догнал нас. Башкортостан, да, возможно, да. Я не понимаю, но в ЦФО нет больше центральной крупной компании, которая столько собирает. Как у нас получается, парадокс, мы о чем говорим? На логистике, на одной логистике, рукой, пешком прошел, купил эту гречку, не надо никуда везти. Да то же самое Москвы, 300 километров нет. Возникает такой вопрос. Я все время говорю, для того, чтобы увеличить доходную часть бюджета Орловской области, надо делать свою переработку. Сделали, но то, что переработали, дороже, чем у тех, у кого этого нет. У нас здесь на опте, понимаете, регионы, в которых забывают нефть, в любом случае цена дешевле, чем там, где перерабатывают нефть. Необоснованный рост цены продовольствия должен быть исключен, говорит губернатор. С крупными сетями ведется постоянная работа по увеличению доли присутствия местной продукции на полках. Кроме того, орловчанам предоставляется возможность, работая без посредников, реализовывать продукцию на ярмарках. Рассмотрели на аппаратном совещании и традиционный вопрос о ситуации по оказанию помощи гражданам Украины. Речь шла о выполнении поручений губернатора и реализации госпрограммы образования, рассчитанной до 2020 года. Наталья Пехтерев, Олег Фомин, телеканал Первая областная.